АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРЫ ЕГИПТА О котором упоминал уже в первом веке нашей эры римский историк Солюсций. Это теперь Александрия II после Каира по численности населения и экономическому значению город Египта. А в старину она была первой и, возможно, даже во всей Африке. За исключением Карфагена город прославился уже вскоре после своего основания. Цари из династии Птолемеев в III веке до н.э. построили здесь уникальную библиотеку и приглашали в город всех наиболее значимых ученых и литераторов своего времени. К примеру, в IV веке в Александрии учились Месрок-Маштоц, Саак-Партеф, Егишэ. Позже Мавсес Хоринаци и Давид Анахт. Последние двое учились в знаменитой богословской школе у Кирилла Александрийского. К сожалению, от строений той античной библиотеки ничего не осталось. Гибель корпусов происходила не сразу. Главная библиотека погибла в 273 году, когда император Аврелиан разрушил и сжег Брухиен при взятии Александрии, подавляемой течь царицы Зенобии. Часть библиотеки, хранившейся при храме Сераписа, была утрачена, вероятно, позднее. Во время окончательной гибели библиотеки точно не установлено, однако известно, что в 391 году в Александрии произошли волнения и конфликт между язычниками и христианами, который длился до 410 года. Приблизительно в этот период и были разрушены последние останки корпусов. Далее, приблизительно до VIII века, небольшая часть сохранившегося фонда располагалась в отдельных учебных заведениях. Из этого следует, что только Маштоцу и Портеву посчастливилось совершенствовать свои знания в настоящих корпусах библиотеки. А вот годы работы и учебы остальных их армянских соотечественников Ягишея, Хоринацы и Давида Анахта прошли уже вне стен античного книгохранилища. Прогуливаясь по набережной проспекта Эль-Гейш, я добрался до студенческого городка, где и расположена нынче Александрийская библиотека на месте прежней. Идея возрождения мегачитальни была выдвинута в 1974 году. На эти цели Египет выделил 4 гектара земли для строительства и учредил Национальную высшую комиссию для Александрийской библиотеки. Курировал процесс глава государства Хосни Мубарак. В 2002 году строительство было завершено. С тех пор библиотека Александрина функционирует как современная библиотека и культурный центр в память о первоначальной Александрийской библиотеке. Стены облицованы асуанским гранитом с высеченными на нем графемами из 120 различных человеческих письменных систем, в том числе армянской. В истории этой страны не раз бывали случаи, когда Египтом руководили представители армянской национальности, причем начиная со средних веков и до конца XIX века. О некоторых из них я расскажу в последующих главах. А пока остановимся на Нубаре Паше, который стал первым премьер-министром Египта и оставался на этой должности 17 лет с 1878 по 1895 годы. В официальной биографии сказано, что Нубар Нубарян родился в 1825 году в семье армян из Смирны, что является действительностью. Однако корни отца Нубара Маккартича исходят из Арцаха. Прадед Маккартича был армянский полководец Давид Бек, разбивший османскую армию в Закавказье и получивший позже признание иранского шаха Тахмаспа II и владычества над Сюником. Нубар Нубарян получил образование в Европе, а когда вернулся домой в Смирну, случайно познакомился с родным дядей Богосом Беем Юсуфианом, первым министром иностранных дел Египта, который в это время находился с визитом в Константинополе и решил проведать родных в Смирне. Увидев образованного племянника, египетский чиновник уговорил сестру и зятя отпустить Нубара вместе с ним в Египет, устроить на работу в Миде. Вскоре юноша стал секретарем дяди, а уже через три года и вовсе был назначен личным секретарем вице-короля Египта Аббаса I Хильми. Карьера молодого человека росла из года в год. Дошло до того, что Нубару давали дипломатические поручения. Например, в Вене ему удалось заключить сделку на строительство железнодорожного полотна «Каир-Суэц». Нубар оказался прекрасным дипломатом. Именно он убедил султана Абдул-Азиза в необходимости выделить на строительство Суэцкого канала баснословную сумму, затем съездил в Париж и уладил с французской компанией Суэцкого канала некоторые вопросы. После такой сделки Нубар занял кресло министра общественных работ и был удостоен титула Паши. А вскоре стал и премьер-министром. Кстати, и сына своего, Погоса, Нубар Паша воспитал в любви к армянскому и египетскому народам. Что тоже сказалось на карьере Нубара-младшего. Много лет он был директором железных дорог Египта, основал омнибусную компанию в Александрии. Эти машины и сегодня популярны в этом городе. А в 1906 году вместе с Ервандом Агатоном и Якубом Артином открыл Всеармянский благотворительный союз, действующий и сегодня более чем в 30 странах мира. И в Александрии, и в Каире имеются улицы имени Нубара-паши. Египтяне с теплотой относятся к своему первому премьер-министру, так как с его именем связаны многие преобразования в этой стране. И не случайно у входа в Александрийский оперный театр чинно выседает в кресле каменное извояние Нубара-паши, подарившего городу этот театр. Политик был весьма одаренным человеком, поэтому автор памятника изобразил Нубара-пашу и как справедливого юриста, при котором были заложены основы первой египетской конституции. Под правой рукой своего извояния скульптор изобразил конституцию, а в левой руке Нубара-паши щит с надписью «Справедливость – основа всего правительства» на французском языке. В условиях коронавируса театр закрыт. Зрителей нет, но в добрые времена вокруг памятника раскладываются столики, за которыми театралы проводят получасовые антракты. Именно столько длятся египетские антракты, чтобы гости могли подкрепиться, а труппа подготовится к очередному действию. Говорят, это тоже ноу-хау Нубара-паши, который обожал кофе с сигарой и проводил за этим занятием не меньше 30 минут. Вот и совместил любовь к театру, любовь к прекрасному с шревоугодием. Признаюсь, Александрия меня здорово впечатлила, и ума не приложу, почему наши курортники не удостаивают вниманием этот чудесный город. Шутка ли, два из семи чудес света находились в Египте? Это пирамиды в Каире и Александрийский маяк в одноименном городе, построенный в 280 году до нашей эры. Его руины легли в основу форта Кайт-бэй, который стоит на севере-восточной бухты и поныне, являясь одним из символов города. Его видно из любой стороны набережной города. Здесь же в Александрии частично сохранились руины колонн Помпея и амфитеатра, где античные проводили свой досуг за зрелищем. Ну а у нас с вами свое зрелище. Поэтому, насладившись красотами города, отправился я в одну из двух армянских церквей. Армяно-католическую пришлось упустить из внимания из-за нехватки времени. Однако армяно-апостольскую церковь Петроса и Погоса я все ж посетил. Настоятель храма Тер-Григор поведал немного о церкви. Нашу церковь окрестили в честь апостолов Погоса и Петроса в 1884 году. Она старше Каирской церкви, поскольку в свое время Александрия была культурной столицей Египта. Европейская культура больше была сконцентрирована в Александрии. Во время строительства церкви председателем политического совета церкви был Нубар Паша, он же первый премьер-министр Египта. Он был тем человеком, который объявил о строительстве церкви за счет собранных пожертвований на это дело. Вся территория перед церковью, включая школу и резиденцию, это подарок Погосбей Юсуфа всему армянству. Весь свой потенциал Погоснубар, Аракел и другие вложили в развитие диаспоры, когда еще было не так уж много армян, бежавших от погромов в Турции в 1896 году при Абдулгамиде. Тогдашняя церковь была маленькой и находилась за сегодняшним детским садом. Во время погромов 1896 года беженцев стало много и возникла необходимость в новой церкви. Также построили школу Погосян. Вся постройка была реализована за счет пожертвования Погоса Юсуфа, у которого также был брат по имени Петрос. И получилось, что церковь носила имя апостолов Погоса и Петроса. Погосюфа, путешеств simulator и Tra�ль и французские саду. А это несmadь ребен¸, ну, тудивsuchими, некоторые меня 236 года То приходят часто к нам. Я при позволении нашего епископа часто провожу церемонии бракосочетания, похорон. Даже во время литургии помогал их епископу. А с протестантами имею более личные и близкие отношения. В прямом смысле родные люди. Так что абсолютно нет никакой разницы для нас. Сад Храмового комплекса Отцов-основателей относительно современной армянской диаспоры Египта. Например, тот же Нубар-Паша. Одни источники указывают на его могилу в Париже, другие в Гелиополисе в Каире. Но нет. Он здесь, в Александрии. Также у стены похоронен тот самый Богос Юсуфбей или Богос Юсуфян. При жизни он был не только министром иностранных дел страны, но и достаточно богатым человеком, умершим в нищете. Ибо за несколько месяцев до смерти все свое состояние завещал на нужды будущего армянской общины Египта. Так и сказал, умирая. Я пришел в этот мир голым. Голым и уйду. Кстати, с именем Богоса Юсуфяна в арабской филологии связан один из известных цитрусовых плодов – мандарин. На арабском языке мандарин – эль-Юсфи. И так его назвали не случайно. До того, как Богос Юсуфбей стал чиновником, он занимался международной торговлей. Однажды Богос Юсуф привез из острова Мальта в Египет саженцы мандаринов и посадил их в саду египетского вали Мухаммеда Али. Последнему понравились душистые деревца и сочные плоды, доселе неизвестные египтянам. Мухаммед Али назвал плоды эль-Юсфи – юсуфики – в честь первооткрывателя плодов Богоса Юсуфяна. Здесь же, чуть левее от могилы Богоса Юсуфяна, есть еще одно любопытное надгробие, под которым покоится губернатор Хартума, современная столица Судана, Аракел Бей Нубар. Его могилу украшают сфинксы, стерегущие покой почившего. А над надгробием – скульптура, склонившего голову арабского крестьянина. Он здесь неспроста. Дело в том, что Аракел Нубар был добрым правителем этой африканской страны и обеспечивал равноправие между разными социальными слоями населения. Именно при правлении Аракела Нубара в Хартуме и далее по всему Судану было отменено крепостное право в 1854 году. Заметьте, в африканском Судане это произошло на 7 лет раньше, чем в России. Вот вам и Африка. Кстати, когда Аракел губернаторствовал в Хартуме, ему не было и 30. Да и умер он рано. В 32 года. Есть на территории храмового комплекса еще одно историческое строение, о котором я уже упоминал. Среднеобразовательная школа. Она ветхая, но в хорошем состоянии. Коридоры школы украшают скульптуры и портреты ее основателей. Проблема лишь в учениках. Их все меньше и меньше. Одни перебираются в Каир, другие в Европу и страны Персидского залива, третьи в Армению. Кстати, в Армению, вернее в Армянскую ССР, многие из Александрии перебрались в конце 40-х годов прошлого столетия. Так называемые Ахпары. В школе имеется своя столовая и актовый зал, где немногочисленные детишки проводят свой досуг и ставят номера. Классы пустые из-за коронавируса, детей распустили по домам. Но через неделю они вернутся и приступят к занятиям. А пока нет детей, их учителя приходят на работу и терпеливо ждут, готовятся к учебному году. Вот как, например, директор школы Шушан Гаминян, занимающая должность почти 25 лет. Или вот мадам Элен, заместитель директора по учебной части, по-нашему завуч. Или как мадам Брежит, учитель французского языка и тоже уже много лет. Изучается и арабский государственный язык. Это единственный учитель неармянской национальности в армянской школе. Еще до начала, скажем так, в первой половине 20 века в этом садике, в этой школе, в которой тут же находятся, учились порядком около 800 армянских учеников. По иронии судьбы, я оказался здесь в Александрии когда, когда три последних выпускника выйдут из этой школы уже в этом году. В следующем даже году. И все на этом история такой богатой, яркой армянской школы в Александрии заканчивается. Эти выпускники наверняка тоже куда-то уедут учиться. Возможно, в Египте, возможно, в других странах. И детей здесь, получается, в Александрии и Армянской в Куршине, что будет со школой и садиком, неизвестно. Но вот мне говорят, что возможно здесь откроется воскресная школа. Поэтому вот эти вот три учителя, которые мы вам сейчас показали, они, скажем так, последние из многих гадов. То есть они проводят этих самых детишек. И что будут они потом делать, пока неизвестно. Хочу также сказать, что в этих стенах, здесь или в Каиле, в свое время учились многие из тех, кто в 1946 году и позже переехали в Советскую Армению или в другие страны, может быть, они сейчас или их потомки смотрят на стены этой школы и вспоминают те самые годы. Или их потомки, я не знаю, если они когда-то здесь бывали, что-то наведет на какую-нибудь доску. Это тоже очень приятно. И вообще, я вам скажу, Александрия и Армянские богаты людьми, талантами. Здесь родились не только многие известные армянские люди, люди армянской национальности, но и другие, как, например, Амар Шариф. Будучи арабом, египтянином, сыграл немало ролей персонажей именно армян. Он родом здесь, отсюда, из Александрии. Здесь также родилась Толида, здесь родился в Александрии Денис Русос, сначала который был греческим певцом, потом певцом всемирного значения. И, как вы знаете, он был очень глубоко проармянским человеком. Ну вот, как-то так. Да, печально, что школа закончит свое существование уже скоро. Время неумолимо. Пока еще неизвестно, что будет со зданием школы, я предложил превратить в отель. Приехал армянин, чужестранец, вроде меня, и есть где остановиться. Тем более на территории самого храма, с чистыми лужайками, вблизи и духовенству поближе, их здание тоже рядом, с великолепными комнатами, холлом, митинг-румами. Словом, со всей душой армянской. Широкой, простой и гостеприимной. Вообще, надо сказать, община в Александрии богата. Не только территория храма, но и вся территория, прилегающая к ней в радиусе двух километров, принадлежит армянам. Арабы же, арендующие здесь помещения под мастерские, торговые лавки, автомойки и прочее, платят армянской общине. Так как земля оставлена потомкам богатыми армянами 19-20 веков. Деньги поступают в фонд, а уже оттуда на нужды египетских армян. По этой причине армянинам в Египте быть удобно. Армянские дети учатся бесплатно в любом вузе мира, оплачиваемой фондом. Он же берет на себя и медицинские услуги. Здесь имеются и смешанные семьи, например, армяно-коптские. Но и в этих семьях дети записаны исключительно армянами. Даже если отец копт. Потому что, как вы понимаете, коптам в Египте сложно живется, а армяне могут пользоваться фондом. Вот они и становятся чистокровными армянами, говорят по-армянски, носят армянские фамилии. Да что там смешанные семьи? Коптская церковь находится на земле, принадлежащей армянской общине. Вот не знаю, как вам, но мне показалось, исходя из моего опыта поездок по армянским следам в разные концы мира, египетские армяне – достойный пример для подражания всем нам. Они живут сегодня, но думают и о завтрашнем дне. И это самое завтра касается не только их семьи, но и всех соотечественников в стране пирамид. Они получили наследство от своих армянских предков, чтобы община в будущем ни в чем не нуждалась. Сами помогают друг другу и живут одной большой семьей – армянской семьей. И при всем этом активно принимают участие в строительстве Арабской республики Египет. Их имена связаны и с Суэцким каналом, и со строительством Асуанской плотины, городов с орошениями сложных участков Сахары. Армяне Египта воистину заслуживают уважения не только среди своих соотечественников, но и среди всех египтян. И неспроста, когда Александрия стала центром революции египетских братьев-мусульман с 2011 по 2013 годы, свергнувших Хосни Мубарака и приведших к власти своего лидера Мухаммеда Мурси, ни один армянин в городе не пострадал. Лидеры Египетской религиозно-политической ассоциации братьев-мусульман пригрозили революционерам уголовными преследованиями в случае, если пострадает хоть один копт или армянин, или их церкви. Поэтому для армян Александрии эти два года прошлись безболезненно. Поверьте, это о многом говорит, учитывая радикальные элементы, провозглашаемые братьями-мусульманами. Ну что ж, а нам пора оставить позади Александрию с ее загородными пейзажами за окном поезда и отправиться в Каир, в нынешнюю столицу Египта, где куда больше армян. Мегаполис, как-никак. Один из путешественников XII века Вениамин Тудельский, совершивший вояж из испанской Наварры до Иерусалима, оставил после Каира такую запись. Каир – большой город, украшенный площадями и лавками. Там никогда не бывает дождя, но Нил, выходящий ежегодно из берегов, орошает страну, что и делает ее необыкновенно плодородной. Уж девять десятков столетий минули с тех пор, а ощущение, что Тудельский описывает современный Каир. Разве что Нил не выходит уже из берегов и обустроен дамбами. А дождей как не было столетиями, так и нет. Поэтому у меня была прекрасная возможность просушиться после влажной Александрии, где дожди и ливни поливают античный град ежедневно. Во всяком случае, я не припомнил ни один сухой день, проведенный в Александрии. Если бы не Нил и пирамиды Гизы, что под Каиром, мне постоянно казалось бы, что в этом городе все знакомо. И здания, и улицы, и торговцы, и мусор, и прилипалые, просящие милостыню. Впрочем, объяснимое дежавю, учитывая за плечами десятки стран Востока. Тем не менее, в отличие от всех этих десятков, Каир имеет свой стержень, свой колорит. А мусульманский мир относится к этому городу с не меньшим почтением, наряду с Меккой и Мединой. Ведь до начала десятого века Каир, или как называют арабы Аль-Каира, победоносные, был центром исламской религии. Построенная в 972 году мечеть Алясхар, в 988 году объединила в себе одноименный университет. В течение более чем тысячи лет Алясхар остается центром изучения и толкования ислама, а также важнейшим высшим учебным заведением арабского мира. Университет основан во времена фатимидского халифата Исмаилитами. Они были известны своим тяготением к знаниям и толерантностью к представителям других конфессий. При фатимидах в Алясхаре преподавали иудей Маймонит и армянин Григор Магистрос, перебравшийся позже в Санаин. При фатимидах создавалась армянская христианская конная пехота, а отдельные представители становились крупными военачальниками и даже визирями. Их и их потомков в Египте принято называть мисрагаями, от арабского Маср, Египет, и армянского Гай, Армянин. Пожалуй, вот с них и следует начать. В Каире принято считать, что мисрагаи ведут свой отчет от фатимидов, которые сформировали армянские отряды из Ливанта, и они после падения армянского царства Багратидов в 1045 году. На самом деле все произошло гораздо раньше. Видимо, фатимидский халифат берется за основу из-за их веротерпимости и формирования национальных армий, состоящих из христиан. Но христиане, в нашем случае армяне, служили в египетской армии задолго до фатимидов. К примеру, в истории страны хорошо известно имя Вардана Аль-Руми Аль-Армани, или, как его еще называют, Вардана Знаменосца. Предания умалчивают о том, как он попал в Египет, однако известно, что в 641 году при осаде Александрии простой солдат Вардан Армянин из Византии спас жизнь командующему арабской армии Амра Ибн Аля Аса. В благодарность за свое спасение военачальник щедро вознаградил Вардана, подарив ему 40 отборных скакунов, повысил в звании и снабдил спасителя отрядом. По этой причине Вардана Аль-Руми Аль-Армани стали называть знаменосцем. В настоящее время в старейшем районе Каира, Фустати, именем Вардана называют рынок, на месте которого при короле Фаруке I находился кавалерийский полк Вардан-знаменосец. Кстати, сам Вардан был христианином, однако известно, что один из его потомков Али Ибн Яхья Абул Хасан Аля Армани принял ислам. Впрочем, даже будучи празелитом, Али Аля Армани нисколько не посрамил имя своего прапрадеда Вардана, командовал армией Аббасидской, а вскоре сам халиф назначил отважного бойца армянина духовным и политическим лидером мусульман Багдада. Мужественный Али Аль Армани был сведущим военной науке и изумительным толкователем Корана, писал о нем средневековый исламский историк Ибн Тагр-Берди. Как вы поняли, в Мисрахае те же египетские армяне с той лишь разницей, что первые не придавали особого значения религии, да и стоки их берутся из раннего средневековья, а значит являются ровесниками исламизации Египта. Отсюда и патриотизм к земле египетской, и преданность к халифам, менявшим одну империю за другим. В истории страны известны имена еще нескольких армян, оставивших неизгладимый след в средневековом Египте и исламской цивилизации. Один из них Бедрос Гардмануни, известный в Египте под именем Бадр-аль-Джамали. Он был призван в 1073 году фатимитским халифом Аль-Мунтасиром в Египет на помощь, ослабленный внутренней борьбой и опустошенной засухой, голодом и эпидемией. Позже Бадр сформировал армию из армянских солдат, чьи отцы служили еще в войсках багратидов. Но после распада армянского княжества волны беженцев нашли убежище в Египте. Бадр стал первым военным, ставшим визирем, задав тенденцию на столетие визирий в основном армян с такой же монополией на гражданские и военные полномочия. Сыновья Бадра не пошли по стопам отца, стали архитекторами. Таланту старшего из них Аляфдаля принадлежит дворец в Каире Дар-Аль-Взирра и сады с зонами отдыха у озера Беркет-Аль-Армам Армянское озеро. Название этому искусственному водоему дал сам Аляфдаль. Кстати, архитектурной мысли Аляфдаля принадлежат и три монументальных ворот Каира, которые он соорудил вместе со своими братьями Харутюном и Артакесом Баб-эль-Наср и Баб-эль-Футх. Они были сооружены в 1087 году, а в 1092 году построили ворота Баб-Зюайла. Пришедшие на смену фатимидов, шиитов династия Аюбидов установила в Египте господство сунизма. Христианам и иудеям отношение было не такое располагающее, как при прежних правителях, однако были исключения из правил, если иноверец внушал доверие и верно служил халифату. Одним из таковых верноподданных был Бахрам Эль-Армани, дослужившийся до визиря в 1135 году. А при мамлюках отличились три армянина, увековечивших свои имена именно в Египте. Это уроженец Тифлиса Мустафа Джабарти, выходец из Сюника, Мухаммад Кахия Эль-Армани и арцахец Рустам Петрос Роза. Первый Мустафа был богатым купцом, сколотившим огромное состояние на торговле драгоценных камней. В 1690 году прибыл в Каир, где познакомился с соотечественником и губернатором провинции Мунифея Амиром Сагамоном Аль-Армани. С его помощью Мустафа приобрел наделы в каирском армянском квартале Эль-Зуайла, построил хоспис и жилище для малоимущих армянских семей. Второй, тот, что Мухаммед из Суника, армянскими делами хоть и не прославился, зато был отличным дипломатом. Именно он был послан визирем в 1798 году на переговоры с Наполеоном Бонапартом в Александрию, чтобы французы пощадили население Каира. Наполеон был настолько впечатлен примирительным тоном, политической проницательностью и дипломатическим мастерством армянина Мамлюка, что позже назначил его главой управления по политическим вопросам Каира. Так, благодаря своей умелой дипломатии, Мухаммед Аль-Армани стал, образно выражаясь, слугой двух господ. Ну и третий арцахский армянин Мамлюк Ростам Петрос Роза. О нем мало сведений. Известно только, что был привезен в Египет в качестве раба, где сопровождал Наполеона, а затем и вовсе стал телохранителем императора и сражался рука об руку с Наполеоном при Аустерлице и в Испании. Вот, впрочем, я вам и поведал немного о мисрахаях и об их славном прошлом в стране пирамид. К сожалению, в современном Каире, как и во всем Египте, не осталось ни одного мисрахая, а их потомки давно арабизировались в халифатах. Но есть армяне Египта. О них я вам рассказал в Александрии. О них продолжу говорить и теперь в Каире. Начать, думаю, следует с коптского иконописца Хованеса Арменина, или, как его называют сами копты на свой манер, Юганна Алярмани. И пока я буду рассказывать о нем, насладитесь его работами. Хованес родился и вырос в Египте в 18 веке. Талант к живописи у юноши открылся рано. Чтобы свести концы с концами, Хованес выставлял свои картины на улице Каира, однако торговля шла не бойко. Местные мусульмане не приобретали их по религиозным причинам, так как суннизм негативно относился к изображениям людей, животных и прочим композициям, запрещенным Кораном. Тогда Хованес перешел к амплуа иконописи с надеждой, что на его работы обратят внимание соотечественники. Но и им ничего не удавалось продать, так как у армян почти нет традиций иконопочитания. Зато они есть у коптов, которые готовы были выложить баснословные деньги за работы Хованеса. Они стали приобретать иконы Хованеса и украшать ими коптские храмы. А через считанные годы Хованес стал писать свои картины на религиозные сюжеты исключительно для коптских церквей. Вскоре Хованеса стали называть Юханны, Юханны алярмани. Специалисты утверждают, что техника Юханны серьезно повлияла на коптскую иконопись XVIII века и стала одной из возможных причин коптского религиозного возрождения. На сегодняшний день известны 291 икона Юханны алярмани, находящихся в коптских церквях и монастырях Египта. В том числе 9 икон в коптском музее Каира и падающем храме Богородицы. Теперь от духовного перенесемся в наши дни приземленные и отправимся в одну из достопримечательностей Каира армянское посольство. Учитывая, что весьма уважаемый сайт identitymag.com при составлении списка 17 самых сказочных мест Каира включил сюда и коттедж, в котором расположено посольство Армении в Каире, называя это архитектурное творение сошедшим из сказок. В список входят также дворец Барон Эмпэйн в Гелиополисе, дворец принца Салид Халима, коптское кладбище, Мезон де Карада, посольство Испании, Каирская крепость, Бабельфотах, о котором я говорил и так далее. К тому же у армянского посольства имеется своя история. Здание сооружено египетским архитектором Андроникианом в 1927 году для богатой армянской четы Яника и Сатиник Чакер. Вокруг дома зеленая лужайка, ароматные ухоженные кустарники. Видимо, семья Чакер любила проводить каирские вечера на лужайках, где, возможно, и павлины разгуливали, и пруд с рыбками имелся. Но и без всей этой живности роскошь присутствует. Примечательно, что, как и подобает Мисрахаем, Чакеры завещали дом землей каирскому филиалу армянского фонда, который вступил в силу в 1976 году. А в 92-м, когда уже независимая республика Армении установила дипломатические отношения с Египтом и возникла необходимость размещения в Каире армянского дипкорпуса, фонд, не задумываясь, передал дом Чакер Миду Армении. К тому же удачно совпало и расположение. Ведь дом Чакер находится в районе Замалек на острове Гезира, окруженный Нилом. Именно в Замалеке раскинулись иностранные дипломатические ведомства, аккредитованные в Каире. Да и сам район весьма благополучный, чистый, уютный и не по-каирски тихий. Зато далеко отсюда, в центральном и шумном районе Каира расположена Армянская Апостольская Церковь Святого Григория Просветителя. Это одна из трех армянских церквей Каира, вторая на армянском кладбище, куда мы еще заглянем, ну а третья армянская католическая церковь Святой Терезы. Католиков я снова проигнорировал, как в Александрии, но православных посетил. Эта церковь построена в 1928 в 1928 году местным архитектором Ливоном Нафеляном. Грандиозное детище Нафеляна возвышается прямо на проспекте Рамзеса рядом с не менее грандиозной коптской церковью, словно соревнуясь между собой величественности. Впечатляет и внутреннее убранство церкви. Все в меру. Никакой мишуры, исключительно церковная утварь и произведения искусства, украшающие храм. Они были выполнены местными армянскими мастерами во время строительства церкви. Говорят, один из живописцев и вовсе не имел опыта в иконописи. До того, как стал украшать храм своими работами, он писал только пейзажи. Поэтому эта церковь стала и дебютной работой мастера. Армяне в Египте имеют длинную историю. Про армян в этой стране мы знаем еще с 500-х годов, когда они из Иерусалима переселились в Египет. Были тогда основаны армянские храмы, а про вторую по величине группу армян в Египте мы знаем еще с 10-го века. Этому свидетельствует то, что в 11-м веке католикос всех армян Григорий II Мартирофил приехал в Египет дабы основать епархию и в 1070-м году первая церковь передается армянской общине. Годами армяне выносили свою лепту в Египет и этому свидетельство нашей церкви. Говоря о церкви имени святого Григория, хочу отметить, что она уникальна как своей архитектурой, так и расположением. Если обратите внимание, то заметьте, что архитектурные решения этой церкви взяты от наших древних церквей, например, арочный декор наружной стороны, также есть заимствования из храма Ованаванг, Эчмиадзин и прочее. Можно сказать, что эта церковь выражает дух сохранения армян на чужбине, которая была спроектирована еще в 1906 году, когда благотворитель Григорий Ягаян, желая построить армянскую церковь, будучи также в хороших отношениях с Нубаром Пашой, с которым основали благотворительный фонд, решили в первую очередь реализовать проект постройки церкви в 1914 году. Местоположение было выбрано по причине большей концентрации армян. Местность также близка к вокзалу и в целом район достаточно известный. Но, к сожалению, как мы знаем, началась Первая мировая война и все планы были временно отложены. Процесс возобновился после окончания войны, а сама стройка началась только в 1924 году. Всем этим процессом управлял сам Арпаша. Главой епархии тогда был архиепископ Торгом Гушакян, а архитектором был известный мастер своего дела Левон Нафелян, который также построил церковь святого Аванеса в Париже. Строительство длилось три года и основные работы были окончены в 1927 году, а открытие состоялось лишь в феврале 1928 года. Все убранство церкви было тщательно выбрано и привезено из Франции, Германии, сотрудничали с важными строительными организациями своего времени, чтобы добиться лучшего результата. Можно сказать, что у них получилось, и армянская община получила не просто церковь, а также прекрасное архитектурное творение, которым все мы гордимся. С 1928 года церковь является основной и уже более 90 лет выполняет свою роль объединения армян, как и другие наши церкви в диаспоре, являясь символом единения армян. Таким образом, мы сохраняем свою идентичность и культуру. Когда у нас бывают гости, то иногда шутим, что приезжая в Египет, в первую очередь нужно посетить пирамиды и нашу церковь. На данный момент у нас пять церквей, три из них в Каире и две в Александрии. Как и в Александрии, в Египетском приходе тоже имеется своя приемная, где располагается сам владыка египетский и всея Африки армянской. Здесь зал для приемов делегаций и различные кабинеты, холлы, украшенные картинами и бюстами армян, приложивших руку ко всему этому великолепию в разную эпоху от Богоса Нубара до Нубара Паши. Как ни парадоксально, но в отличие от той же Армении или России, в Египте церковь играет огромную роль в жизни армянской молодежи. Для них всегда на территории храмов имеются старинные постройки, оборудованные кабинетами с партами. Ребята изучают грабар и историю армянской церкви. Но коль мы заговорили о молодежи, то и отправимся туда, где дают свои ростки поколения, продолжающие славные традиции предшественников. В школу Калустян-Нубарян, находящаяся в трех километрах от церкви и тоже в центре Каира. Калустян-Нубарян это старейшая каирская армянская школа, основанная в 1854 году. Детишки получают здесь как начальное, так и среднее образование, оплачиваемое все тем же фондом. Здание школы рассчитано на 700 детей, что вполне достаточно, учитывая, что это не единственная школа для армянских детей Каира. Изучается весь набор дисциплин, как гуманитарных, так и точных. Директор школы Калустян-Нубарян Симон Царкис Чамкертинян В нашей школе мы преподаем арабский, английский, французский и армянский. Арифметика и науки преподаются на английском. На армянском преподаются история Армении и история христианства. Основными являются арабский, английский и армянский, а французский является второстепенным языком. Получается, самые младшие группы изучают предметы на трех основных языках, а со второго класса начинаем учить и французского. Кстати, арифметику и ряд точных наук преподаем на английском языке. Что касается продолжительности учебы у нас, то дети начинают учебу с трех лет. Первые три класса – это базовые знания. Затем шесть классов, начальная школа, три класса подготовительных и еще три вторичных класса. Одним словом, с трех до восемнадцати лет учатся и дальше могут поступить в университет. Совершая экскурсию по школе, я заглянул и в некоторые классы. В это время оставались только младшие группы, они, как правило, самые коммуникабельные. А старшие наиболее стеснительные избегали камеры. Да и я старался не попадаться им на глаза, чтобы не смущать. Да, и еще, что не менее важно и на что следует обратить особое внимание, детишки здесь окружены заботой и вниманием учителей и воспитателей, обеспечены полноценным горячим питанием. Также у школы имеется собственный автопарк с автобусами, которые привозят детей в школу и затем развозят их же по домам. На территории школы футбольный стадион, теннисный корт, баскетбольная площадка, детский уголок для самых-самых маленьких. Ведь это не просто школа, но и детсад. Родители, работающие могут оставить здесь своих детей под присмотром воспитателей до вечера. Думаете, все это стандартно для любых каирских школ? Увы и ах, даже платные школы для каирских детей не имеют и толики того, что есть у армянских детишек и их родителей. И все это тоже благодаря тому же фонду, основанному египетскими армянами сто лет назад и раньше. Поэтому родители не платят за школу и садик. Все уже оплачено до них и для них. Только учитесь на здоровье и растите образованных детей. Коптам и арабам египетским только и приходится мечтать о таком. Если вы думаете, что это второе после церкви место, где можно увидеть разом сотни армян, то сильно заблуждаетесь. В Каире имеются еще несколько мест, оснащенные парками, спортивными площадками, кафешками, построенные армянами для себя. В один из таких мест я заглянул. Да и старшее поколение не обделено вниманием. В их распоряжении пять спортивных площадок в разных концах Каира, парке культуры и отдыха и так далее. В одном из таких парков, кстати, я побывал в один из воскресных дней. Время пока ранее, но все готово к тому, что уже к вечеру здесь соберутся армянские семьи, их дети и внуки. Попить кофе, поиграть, поесть шашлык, обменяться новостями, тем всегда много, есть чего обсудить. А вот уже дело к вечеру. Армяне Каира постепенно собираются, рассаживаются. В то время, пока чада наносятся по зеленым лужайкам и гоняют мяч, их нарядные родители, бабушки и дедушки попивают за столиками чай, кофе или что-нибудь покрепче. Каждая третья армянская семья выносит что-то на продажу соотечественникам. Кто-то выпечку, кто-то соление, кто-то изделия мастериц. Одни соотечественники продают, другие у них покупают. Всем выгодно. А сегодняшний вечер особенный. Выручка от всего проданного и купленного уйдет на нужды Арцаха. Мероприятие в этот вечер протянулось до поздней ночи. Оно было сдержанным. Только беззаботная ребятня резвилась. А взрослые обсуждали войну в Арцахе. Хотя в обыденные довоенные выходные сюда на площадку приглашались артисты, развлекали публику. Только в эти дни не до артистов. Кстати, любое мероприятие местные армяне начинают с гимна Армении и исполнении патриотических песен. Здесь их очень любят. Перед тем, как покинуть Египет, я посетил и одно из двух армянских кладбищ, что я и делаю традиционно, когда брожу по армянским следам планеты. Здесь пришлось здорово проехаться, чтобы добраться, так как старое кладбище находится в ветхом районе Каира по пути в Гизу. Преодолев полтора часа, я оказался в Некрополе в гуще мусульманского квартала, где среди мечетей и минаретов виднеется одинокая старая армянская церковь с надгробиями. Зрители, которые часто смотрят по армянским следам, наверняка заметили, что в каждой стране, где бы я ни был, обязательно захожу на армянские кладбища. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, не потому, что здесь всегда тихо, уютно, можно провести время, в принципе, как и на любых кладбищах, но еще и потому, что армянские кладбища, как правило, это кладезь истории. Здесь захоронены не просто тела, здесь захоронены судьбы армян, которые жили и творили в тех или иных странах. Также вы наверняка заметили, что это же я делал и на Пенанге, на острове Пенанг, в Малайзии, в Индии, в Сингапуре, в других странах. В Каире тоже имеется старое действующее кладбище, их здесь несколько, но на одном из них мы находимся сейчас, и более подробно я вам расскажу далее. Старинное кладбище впечатлило. Кстати, здесь и находится та старейшая армянская церковь 11 века, о котором говорил отец Дереник. Правда, от 11 века остался только фундамент и носящие конструкции. В Средние века церковь подверглась стихийному бедствию, землетрясению, но общими усилиями, стараниями старый храм был восстановлен в первобытном виде. А на обширном некрополе захоронения как свежие, так и прошлых, позапрошлых веков. Здесь похоронены армянские бизнесмены семьями, врачи, архитекторы, поэты, музыканты, спортсмены, актеры египетского кино. Ведь армяне стояли у истоков египетского арабского кинематографа. Чего стоят только такие классики египетского кино, как Фируз, настоящее имя Перуза Артин Калфаян, или Леб-Леба, Нина Ману Купелян. Здесь же похоронены предки канадского режиссера Атома Эгояна. Да и вообще по могилам, склепам и надгробиям можно понять более зажиточных и менее, так же, как и только по тем же склепам и памятникам можно определить ветхость надгробий. Почти все они выполнены из египетского мрамора, который добывают в долинах Верхнего Нила Близасуана, где образуется озеро Наср. Египетский мрамор, хоть и красивее нашего, обычного, на которых нет перламутровых полос, зато боится воды, из-за чего камень делается хрупким. Если неосторожно прикоснуться к любому старому надгробию, успевшему за десятки лет впитать в себя влагу, то камень легко может отломиться и прямо на глазах раскрошиться в руке. Египетский мрамор может стоять веками, если его не будет трогать рука человеческая. мрамор Ну вот, впрочем, и все, что я хотел вам рассказать о прошлом и настоящем армян Египта. Обзор получился кратким, но, на мой взгляд, емким. Можно сказать, я переступил порог на африканский континент, пока бродил по армянским следам. Египет – дверь Африки. А раз мы за дверью, значит, продолжим идти по следам неизведанного армянского. И значит, нам еще предстоит впереди побывать в Судане, Эфиопии и других странах Африки. Как оказалось, армянский след и до экватора дошел. Осталось только нам туда добраться. Субтитры создавал DimaTorzok